Первый камень в основании нового терминала. Это официальный старт большому строительству, за которым стоят долгие переговоры, миллиардные вложения и большие перспективы. Площадь будущего аэровокзального комплекса 10 тысяч квадратных метров. Это в два раза больше территории действующего аэропорта. Цена вопроса больше 6 миллиардов рублей. Пропускная способность более 1 миллиона человек в год. Для сравнения, за прошлый год Барнаульский аэропорт принял около 600 тысяч пассажиров. Сейчас на территории уже идет разборка павильона прилета. Здесь и будет возведен новый терминал. Пока прилетающих пассажиров принимают в основном здание аэропорта. Убежден, что все у нас будет сделано и все получится. Хороший, надежный подрядчик с хорошим послужным списком и с хорошей историей. Нам очень важно вот эти ближайшие два года, пока строительство будет идти и, естественно, определенные неудобства будут существовать, пройти тоже спокойно, технологично, выверенно, ну, с максимумом комфорта и удобства для пассажиров. Документы о реконструкции аэропорта губернатор Алтайского края и гендиректор компании «Новопорт» подписали в марте прошлого года. Отметим, «Новопорт-холдинг» владеет частью акции авиапредприятия «Алтай», что уже известно о новом терминале. Здание будет трехэтажным, разделенным на несколько зон. Пассажиры смогут пользоваться лифтами, эскалаторами. Еще появятся телескопические трапы. Пройти в самолет можно будет прямо из здания аэровокзала. Про международные перевозки, но так, если коротко, вот здесь терминал, вот здесь галерейка, вот здесь хороший старый вокзал. Если он в России возил 700 тысяч пассажиров, то для международки он хватит. Мы его перепланируем и еще обустроим получше. С пограничниками со всеми расширимся, и у нас будет еще международный терминал. Следующий важный этап – взлетно-посадочный полоса в Барнаульском аэропорту. Ее реконструкция должна пройти в ближайшие годы. Я думаю, что там, наверное, к цифре 10, наверное, за 10 уже на сегодняшний день миллиардов приближается оценка этого вопроса. Хозяйство – это федеральное, понятное дело. Значит, мы крайне заинтересованы для того, чтобы оно было в хорошем состоянии. Пока еще, ну и полоса, и все плоскостные сооружения, рулежные дорожки и так дальше, они пока выдерживают ту нагрузку, которая, значит, на них ложится, но уже торопиться надо, бежать уже надо. Я обращался к руководству стороны по этой части, были даны поручения и Минтрансу, и Росавиации. Что касается строительства нового терминала, все работы должны завершить в 2025 году. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.